Род Астрожских – это выдающийся княжеский род, который сыграл важную роль в истории Великого княжества Литовского, речи посполитой и православной культуры. Они владели огромными землями на территории современных Украины и Беларуси, а также основали множество школ, типографий, церквей и монастырей. Они также активно участвовали в военных и политических событиях своего времени, защищая интересы русинского населения от влияния Польши и Москвы. Род Астрожских был одним из самых могущественных и влиятельных княжеских родов в Великом княжестве Литовском с 14 по 17 век. Они владели огромными землями на территории современных Украины и Беларуси, занимали высокие государственные должности, участвовали в военных и политических событиях, поддерживали православие и культуру Руси, основывали школы, типографии, церкви и монастыри. Их роли и значения в истории Восточной Европы трудно переоценить. Происхождение рода Астрожских не до конца выяснено. Существует несколько гипотез, которые связывают их с разными ветвями Рюриковичей. Одна из них предполагает, что они произошли от князей Галицких, другая — от Туровапинских князей, третья — от Гедемина. Однако документально подтверждена только последняя гипотеза, согласно которой родоначальником Астрожских был Даниил, сын князя Святополка Изяславича Киевского, потомка Гедемина. Даниил был упомянут в 1386 году как князь Астрожский, а его сын Федор Данилович стал первым известным представителем рода. Среди наиболее знаменитых князей Астрожских можно выделить следующих. Константин Иванович Астрожский, 1460-1530, великий гетман Литовский, один из лучших полководцев своего времени. Он участвовал в многих войнах против Москвы, Крымского ханства и Османской империи, а также в борьбе за Великокняжеский престол. Он был сторонником православия и противником католического влияния в Великом княжестве литовском. Он также был покровителем культуры и образования, основав в Остроге знаменитую академию, где учились многие выдающиеся деятели своего времени. Он был старостой Братславским, Винницким, Звенигородским, Луцким и Маршалком Волынской земли, Каштеляном Веленским, Воеводой Трокским, Гетманом Великим Литовским. Он участвовал в многих войнах с Москвой, Крымским ханством, Османской империей и Молдавией, одержав ряд побед, в том числе в битвах под Лопушным 1512 и Оршей 1514. Он был сторонником православия и культуры Руси, основал школы в Слуцке, Турове, Владимире Волынском, Остроге, а также типографию в Остроге, где работал русский первопечатник Иван Федоров. Он участвовал в многих войнах против Москвы, Крымского ханства и Османской империи, а также в борьбе за Великокняжеский престол. Он был сторонником православия и противником католического влияния в Великом княжестве литовском. Он также был покровителем культуры и образования, основав в Остроге знаменитую академию, где учились многие выдающиеся деятели своего времени. Илья Константинович Острожский, 1526-1581, сын Константина Ивановича, князь Острожский, Слуцкий, Туровский и Дыр. Он продолжал дело своего отца в защите православия и русинской культуры. Он был одним из основателей и руководителей православного братства в Вильне, которая сопротивлялась католическому просвещению и унии. Он также поддерживал православные школы и типографии в разных городах, в том числе в Остроге, где работал известный первопечатник Иван Федоров. Константин Константинович Острожский, 1566-1608, сын Ильи Константиновича, князь Острожский, Слуцкий, Туровский и Дыр. Он был одним из лидеров православного движения в Речи Посполитой, противостоявшего униатству и католицизму. Он также был активным политиком, участвовавшим в выборах королей и восстаниях против их власти. Он был одним из основателей и руководителей Острожской ординации, огромного княжеского поместья, которое имело свои законы, суд, армию и администрацию. Он также продолжал поддерживать Острожскую академию и другие православные учебные заведения. Род Острожских – один из самых известных и влиятельных русско-украинских княжеских родов, который существовал с XIV по XVII век. Они владели огромными территориями на Волыне, Подолии, Белоруссии и Литве, занимали высокие государственные должности в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, поддерживали православие и культуру Руси, основывали школы, типографии, монастыри и церкви. Их фамильное гнездо был Острожский замок в городе Острог, ныне Ровненская область Украины. Происхождение рода Острожских не установлено достоверно. В исторических источниках род появляется в 1386 году, когда упомянут князь Федор Данилыч, сын Даниила, происхождение которого остается дискуссионным. Существует несколько гипотез о происхождении Даниила Острожского. Версия происхождения от князей Галицких. Согласно этой версии, Даниил был сыном или внуком Василька Романовича, брата князя Даниила Галицкого и потомком Рюриковичей. Эта версия была распространена в польских источниках в XVII веке, но не имеет достаточных доказательств и противоречит хронологии. Версия о происхождении от туровопинских князей. Согласно этой версии, Даниил был потомком князей туровопинского княжества, которые в свою очередь восходили к киевскому князю Святополку Изиславичу, второй по старшинству ветви Рюриковичей. Эта версия основана на документально подтвержденном факте, что князья Острожские владели территорией бывшего туровопинского княжества, а также на сходстве гербов Острожских и Святополк Четвертинских. Версия о происхождении от Гедемина. Согласно этой версии, Даниил был потомком Гедемина, основателя династии Гедеминовичей, которые правили Великим княжеством Литовским. Эта версия основана на том, что князья Острожские носили титул князей литовских, а также на сходстве гербов Острожских и Гедеминовичей. Другие версии. Существуют и другие, менее известные и обоснованные версии происхождения рода Острожских, например, от князей Гуровских, от князей Смоленских, от князей Ростовских и так далее. Первые известные Острожские и их биографии. Первым документально подтвержденным представителем рода Острожских был князь Федор Данилыч, ум. 1414. Сын Даниила Острожского. Он был старостой Острожским, Заславским и Луцким, а также воеводой Волынским. Он участвовал в войнах с Тевтонским орденом, Москвой и Золотой Ордой, а также в борьбе за Великокняжеский престол Литвы. Он был женат на Анне, дочери князя Юрия Семеновича Смоленского, и имел двух сыновей, Василия и Семена. Сын его Василий Федорович, Красный, ум. 1461. Разделил свои владения между двумя своими сыновьями, из которых старший, Георгий, получил город Заслав и стал родоначальником князей Заславских, а младший, Иван, продолжал владеть Острогом. Иван Васильевич Острожский, ум. 1508. Был старостой Острожским, Заславским, Луцким, Братславским, Винницким и Звенигородским, а также воеводой Волынским. Он был женат на Марии, дочери князя Ивана Ивановича Бельского, и имел трех сыновей, Константина, Михаила и Александра. Иван продолжал владеть Острогом. Волынь, историческая область в бассейне южных притоков Припяти и верховьев Западного Буга, некогда относившаяся к юго-западной Руси, а в наши дни разделенная между государственными территориями Украины и Польши, исторически также распространялась на юг Белоруссии. Название региона связывают с летописным городом Волынью, находившимся близ современного Владимира Западнее Буга, ныне территория Польши. К древнему населению Волыни относятся восточнославянские племена дулебов, бужан, волынин. Волынское княжество – западно-русское удельное княжество с центром во Владимире Волынском, существовавшие секс по 15 век. В летописях – Владимирское. Волынское княжество граничило на севере с Городенским княжеством, на востоке, с Туровопинским и Киевским княжествами, на юге, с Галецким княжеством, на западе, с Польшей. В XII веке в состав княжества входили такие города, как Кременец, Луцк, Буск, Дорогобуш, Берести, Кобрин, Белс, Червен, Шумск, Изиславль, Пересопница, Дорогичин. Волынское княжество было западно-русским удельным княжеством с центром во Владимире Волынском, существовавшем секс по 15 век. Первым волынским князем был Всеволод, сын Владимира Святославича Святого. С 1057 года, после перевода в Смоленск Игоря Ярославича, город Владимир вместе с Туровом относились к Вочине и Зиславовой, с 1078 года здесь княжил его сын Ярополк. В конце XI века в Перемышле и Теребовле утвердилась линия потомков старшего из сыновей Ярослава Аймудрого, Владимира Ярославича, умершего до кончины отца. В 1199 году князь Роман Волынский был приглашен на престол Галецкого княжества и объединил его со своим, в результате чего образовалось Галецко-Волынское княжество. Галецко-Волынское княжество было одним из самых больших княжеств периода распада Киевской Руси. В его состав входили Галецкие, Перемышельские, Звенигородские, Теребовлянские, Волынские, Луцкие, Белские, Полесские и Холмские земли, а также территории современных Подляшья, Подолья, отчасти Закарпатия и Молдавия. После одновременной смерти Льва и Андрея Юрьевичей, 1323, земли княжества начали захватывать его соседи, Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Княжество прекратило свое существование после полного раздела его территории по итогам войны за Галецко-Волынское наследство, 1392. Волынское княжество сыграло немаловажную роль в истории украинского народа. Оно стало новым центром политической и экономической жизни после падения Киева и сохранило от уничтожения восточную и южную ветви славянства. Острог – город в Ровненской области Украины, который имеет богатую историю. Острог впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1100 году как владение князя Давида Игоревича I, с именем первого исторически известного князя династии Острожских, Данила, умер около 1386 года, связывает строительство в третьей четверти 14 века старейшей в Остроге каменной башни, Веже-Мураваной. В 1576 году князь Василий Константин Острожский основывает первое на территории Восточной Европы высшее учебное заведение, греко-славяно-латинскую академию, Острожская школа, и в 1577 году с Иваном Федоровым основывают типографию. Иван Федоров переезжает в Острог, где печатает «Букварь», а в 1581 году – первую Библию церковно-славянским языком, Острожская Библия. В 1648 году Острог был разграблен и сожжен казаками Богдана Хмельницкого, а в 1655 году – занят войсками казаков и московитов. В 1795 году Острог стал уездным городом Острожского уезда Волынской губернии, Российской империи. Сегодня Острог – это один из районных центров Ровненской области. Город занимает площадь 10,9 км во второй степени и насчитывает 14 894 жителей, по данным 2022 года. Острог продолжает быть значимым центром культуры и образования, сохраняя свое историческое наследие и внося вклад в развитие региона и страны в целом. Давид Игоревич был князем Волынским и Дорогобужским в Хихиевиках. Давид Игоревич родился около 1055 года. Он был сыном Игоря Ярославича и внуком великого киевского князя Ярослава Мудрого. После ранней смерти отца Давид оказался на положении изгоя и жил на Волыне у Ярополка и Зиславича. В 1081 году вместе с другим изгоем-володарем Ростиславичем Давид бежал в Тмотаракань, где стал князем. Однако, через два года он был изгнан Олегом Святославичем. В 1084 году Давид получил от великого князя Киевского Всеволода Ярославича вудел город Дорогобуж на Волыне. После смерти Ярополка и Зиславича в 1087 году Давид получил Волынское княжество. Давид Игоревич был активным участником княжеских междоусобиц. В 1097 году он участвовал в Любичском съезде, на котором Волынь была утверждена за ним. В том же году он организовал ослепление Василька Теребовльского-1. После этого он был преследуем князьями и вынужден был бежать в Польшу. В 1099 году Давид призывал на помощь половицкого хана Баняка и при его поддержке, разбив в битве Новагры противников, получил Владимир и Луцк. На съезде в Уветичах 1100 года за ослепление Василька Давид был лишен этого владения. Давид Игоревич умер 25 мая 1112 года. Он был похоронен в церкви с в Богородице Влахрон-Наклов. Его жизнь и деяния оставили заметный след в истории Восточной Европы. Даниил Островский был князем Острожским в XIV веке и является родоначальником княжеского рода Острожских. Происхождение Даниила Островского остается дискуссионным. Существует несколько гипотез о его происхождении. Первая версия связывает его с волынским князем Василька Романовичем, братом князя Даниила Галицкого. Другая версия предполагает, что он был потомком Туровапинских князей, являющихся потомками великого князя Киевского святополка, Михаила, Изиславича. Даниил княжил в Остроге с 1340 по 1366-1370 годы 1. Он был отцом князя Федора Даниловича, который упоминается в исторических источниках в 1386 году. Даниил был женат на Василисе. У них было несколько детей, сыновья Юрий, Андрей, Михаил, Дмитрий, Федор, Александр, Алексей и дочери Анастасия. Даниил Островский, князь Острожский, оставил заметный след в истории. Он стал основателем княжеского рода Острожских, который внес значительный вклад в историю Восточной Европы. Исследование его жизни и происхождения продолжает привлекать внимание историков. Острожский замок – это оборонительное сооружение, расположенное в городе Острог в Ровенской области на холме над рекой Вилия. Это сооружение является уникальным жилым замком с одной башней. Первое упоминание о городе Острог датируется 1100 годом. В Ипатьевской летописи он упоминается при описании Острожского замка. Именно здесь обнаружили остатки древнего городища. Первые укрепления города были уничтожены в 1241 году. В XIV веке князь Даниил Острожский восстановил эти оборонительные сооружения. Тогда же он построил башню-донжон, которую сейчас называют каменной. В последующие века это оборонительное сооружение подвергалось перестройкам и изменениям. Замок на протяжении XIV-XVI веков был собственностью князей Острожских. В XVII веке Януш Острожский провел его реконструкцию в ренессансном стиле. Крепость окружал ров с водой, а в оборонной стене была создана въездная ворота, возле которой был подвижный мост. В 1521 году была построена Богоявленская церковь, которую можно увидеть в комплексе замка. Знаменитую Острожскую библию 1581 года, плод труда первопечатника Ивана Федорова, можно увидеть в оригинале в Острожском замке. Сегодня на территории замка действует музей краеведения, который является старейшим музейным учреждением на Равенщине. Здесь гости могут увидеть тайные подземелья, древние башни и услышать легенды. Острожский замок продолжает быть значимым центром культуры и образования, сохраняя свое историческое наследие и внося вклад в развитие региона и страны в целом. Замок построен на возвышенности. Он состоит из четырех зданий, башен каменной, круглой, новой, надвратной, сейчас это колокольня, и Богоявленской церкви один. Башни выполняли роль оборонительных сооружений. Древнейшей башней является каменная. Построена в 14 веке в виде башни донжона. Ее высота составляет более 30 метров. Донжоном называлась жилая и хорошо укрепленная башня, которая была символом неприступного замка. На противоположной стороне замкового двора расположена круглая башня, иногда ее называют новой. Ее построили в 16 веке. Это трехъярусное сооружение из камня и кирпича, она укреплена тремя контрфорсами. Возле нее расположена Богоявленская церковь. Ее построили в 1521 году. Она была разрушена, а затем восстановлена в 19 веке. Храм также выполнял роль оборонительного сооружения. В его нижней части есть бойницы, а в верхней – густук для часовых. Ширина стен достигает трех метров. Ширина стен достигает трех метров.